У каждой большой компании есть свой логотип. Эти эмблемы хорошо известны по всему миру, но почти никто не знает, что же они означают на самом деле. 15 скрытых секретов на логотипах известных компаний, о которых вы не знали. В этом видео на Моголь ТВ. Номер 1. Андроид. Наверняка многие из вас пользуются смартфонами на базе операционной системы Андроид. Так что вам должен быть знаком этот маленький зеленый робот. Изначально перед дизайнерами стояла задача придумать логотип, который включал бы в себя робота и был легко узнаваемым. Забавно, но вдохновением для создания этого милого зеленого робота послужили значки, которые мы часто видим на дверях общественных туалетов. Кстати, интересный факт, что создателем логотипа является Ирина Блок, графический дизайнер, которая родилась в России. Номер 2. Таблерон. Это известная во всем мире шоколадки. Сейчас вас ждет небольшая загадка. Найдите на эмблеме шоколадки Таблерон медведя. Дам вам 5 секунд. Ставьте лайк, если сумели найти медведя. Родиной этих шоколадок является швейцарский город Берн, символом которого как раз является медведь. Кроме того, сама вершина, изображенная на логотипе, это известная гора Матерхорн в Альпах. Помимо эмблемы, гора повлияла и на форму шоколадки, так как существует популярная версия, что необычная зубчатая форма шоколада – многократная мини-копия самой горы Матерхорн. Номер 3. Nike. Как правило, большие компании платят миллионы долларов, чтобы дизайнеры разработали для них уникальный логотип. Но один из самых известных и узнаваемых логотипов на свете был сделан всего за 35 долларов. Обычная студентка еще 40 лет назад. Этот всемирно известный значок имитирует крыло древнегреческой богини Ники, которая вдохновляла воинов на победу. Забавно, что изначально руководителю Nike этот значок совсем не понравился. Но история расставила все на свои места. Кстати, напишите в комментариях, а какая ваша любимая марка спортивной обуви или одежды – Nike, Adidas, Reebok или другие? Номер 4. Toyota. Многие сравнивают логотип японских автомобилей Toyota с головой ковбоя в шляпе или головой быка. Но на самом деле это стилизованное игольное ушко с продетой в него ниткой. Дело в том, что до того, как заниматься автомобилестроением, компания Toyota производила ткацкие станки. Помимо этого у логотипа есть еще один маленький секрет. Отдельные его части составляют все буквы слова Toyota. Номер 5. LG. Уже много лет в интернете логотип LG сравнивают с лицом героя компьютерной игры Pac-Man. Но это, конечно, просто шутка. Главный символ южнокорейского производителя электроники LG – это стилизованное лицо улыбающегося человека. Согласно задумке, эта композиция указывает на стремление компании поддерживать человеческие отношения со своими клиентами. Номер 6. Beats. Эмблема, пожалуй, самых известных наушников в мире Beats также таит в себе не один секрет. Кроме буквы B, которая сразу бросается в глаза на логотипе, этот значок также изображает голову человека в профиль, у которого одеты наушники. Согласитесь, очень похоже. Номер 7. Fanta. Вообще, в логотипе Fanta нет особого секрета, а вот название этого напитка появилось при интересных обстоятельствах. Дело в том, что в компании Coca-Cola, которой и принадлежит Fanta, решили придумать название новому напитку. Для этого, разумеется, собрали специальное совещание сотрудников. Руководитель компании сначала попросил сотрудников включить фантазию и, конечно, произнес слово Fantasy. В течение нескольких секунд после этого один из сотрудников закричал Fanta. Так и появилось легендарное название. Номер 8. Apple. Даже если вы не пользуетесь техникой Apple и не являетесь фанатом этой компании, вы все равно знаете данный логотип. Возможно, на сегодняшний день это одна из самых популярных эмблем наравне с Coca-Cola и McDonald's. Самый первый логотип Apple 1976 года не имел ничего общего с нынешним. На нем изображен ученый Исаак Ньютон, сидящий под деревом. Создатель этого логотипа Рональд Уэйн считается самым большим неудачником 20 века. Дело в том, что на старте он был одним из основателей Apple, но почти сразу же продал за 800 долларов, принадлежавшие ему 10% акций компании. Если бы он этого не сделал, то сегодня его состояние было бы примерно 30 миллиардов долларов. Так или иначе, этот логотип не устраивал Стива Джобса. Он хотел его поменять и поручил это графическому дизайнеру Робу Янову. Тот рассказывает, что просто-напросто купил однажды целую сумку яблок, положил их в миску и рисовал их неделю, пытаясь упростить детали. Откусывание от фрукта было частью эксперимента. К тому же, совершенно случайно оказалось, что в английском языке слово «укус» переводится как «байт», слово, которое также является компьютерным термином. Помимо этого, существует распространенная версия, что яблоко символизирует надкушенный плод с дерева познаний из библейской истории про Адама и Еву. Номер 9. Хендай. Абсолютное большинство людей на планете думают, что логотип корейских автомобилей Хендай – это просто первая буква его названия. Но это не так. В действительности, буква «H» символизирует двух людей, пожимающих руки. С одной стороны клиент, а с другой стороны представитель компании. Номер 10. Самсунг. Всемирно известный производитель электроники называется так не случайно. Самсунг – это не просто непонятный набор букв. Дело в том, что на корейском это сразу два слова. «Сам» означает «три», а «сунг» – «звезда». То есть, проще говоря, Самсунг переводится как «три звезды». Номер 11. Пепси. Сложно поверить, но когда-то логотип Пепси выглядел так. И, в общем-то, был похож на своего главного конкурента – Кока-Колу. Все изменилось лишь через 50 лет после появления этого напитка. В середине 20 века появился всем известный трехцветный круг в цветах американского флага. И лишь в 2003 году этот круг немного поменялся. В это сложно поверить, но работа дизайнеров, которые немного подкорректировали предыдущий вариант, стоила 1 миллион долларов. По их словам, в новом варианте логотипа присутствуют отсылки к магнитному полю Земли, теории вероятности, фэншую и так далее. Номер 12. Макдональдс. Множество людей просто воспринимает логотип компании как первую букву ее названия. В принципе, это правда, но не вся. Есть версия, что подобный знак должен вызывать у посетителей ассоциации с грудью матери, которая кормила вас, когда вы были ребенком. То есть, это некий эффект Фрейда, и тем самым мы изначально с теплом и радостью относимся к Макдональдсу. По другой версии, логотип компании связан с двумя огромными арками, которые были у самого первого Макдональдса. Ведь изначально логотип этой компании был совсем другим. Номер 13. Адидас. Название марки спортивных товаров Адидас образовалось от имени их создателя Адольфа Дасслера. Логотип неоднократно менялся, но всегда состоял именно из трех полос. На данный момент они наклонены и образуют треугольник – гору. Это символическое изображение препятствий, которые должны преодолевать все спортсмены. Номер 14. BMW. Есть популярное мнение, что логотип BMW символизирует пропеллер на фоне голубого неба. Эту версию разделяют даже некоторые сотрудники компании. Но есть и другая, довольно логичная версия. Она объясняется намного проще. Голубой и белый цвета были выбраны создателями в честь баварского флага, который как раз состоит из чередующихся голубых и белых квадратиков. А концерт BMW располагается именно в этом регионе Германии. Номер 15. Википедия. Если вам нужно узнать какую-либо информацию из истории, географии, биологии и так далее, то, скорее всего, первым делом вы полезете именно в Википедию. Но что означает логотип Википедии, большинство из вас не догадывается. Символом всемирно известной энциклопедии стал земной шар. Что, в общем-то, неудивительно. Кусочки пазла, из которых он состоит, представляют собой многоязычие нашего мира. Все вместе эти буквы на разных языках составляют слово Википедия. А пропущенные пазлы указывают на то, что энциклопедия не завершена, и в ней постоянно появляется новая информация. Не забывайте заходить в группу Моголь ТВ ВКонтакте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео, и, конечно же, оставляйте свои комментарии под этим роликом.